Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Несколько недель назад я снимала видео о том, как я выращиваю лук-батун и всегда собираю свои семена. Многие заинтересовались, потому что не всегда есть у нас торговли семена батуна, и они очень плохо всходят. И у меня попросили рассказать подробнее, как именно их нужно заготовить, чтобы они были хорошие, всхожие. Это действительно, тут есть кое-какие нюансы, я сейчас расскажу быстро-быстро. Вот стоят шишки. Самое главное здесь не упустить и не допустить их растрескивания и осыпания вот этого лука-чернушки, вот этих семян в грунт. Поэтому я хожу регулярно и проверяю. Вот на той неделе я сорвала вот эту одну, расшелкнула. Там они были еще зелененькие, мы ждем, когда они почернеют. Вот сегодня я подошла, вот эту штучку одну... Ой, сейчас я... У меня рука одна... Раз... Ну как, раскрыла. Сейчас, подождите минутку, я положу ее на ладошку, чтобы видно было. И вот эти штучки там уже, видите, почернели. Хотя на вид их не видно. Кажется, что они вот эти вот балаболки, вот эти зеленые. Все в этот период их нужно срезать. Я вот так вот срезаю. Сейчас приду, ножницы возьму. Вот так срезаю. И вот эти шишки на какой-то на лист, на поддон, я в лоток, в котором... Ой, выращиваю помидоры. Положу и поставлю в сарай, в предбанник. Там, где у нас проветривается, но нет яркого солнечного света. И они своим ходом, так же, как будто бы они вот здесь вот стояли на улице, они досохнут до такого состояния, что они расщелкнутся. Они расщелкнутся и начнут высыпаться. Все, потом вы их просто обшелушите. Дальше я буду, когда обшелушивать, я покажу. В мешочек или в бумажный пакетик. Их не нужно ждать будущего года. Их прямо сейчас, в этом же году, вот в августе, вы можете посеять. Они у вас зайдут в сентябрь, октябрь. Вы сможете даже вот такой, вот такой появится молодой пушок. Вот такие вот. Они чуть-чуть растолстеют, можете даже нынче употреблять. И на будущий год весной они самыми первыми вылезут прямо из-под снега. Это будет ваша первая зелень. Собирать семена батуна очень просто. Но только главное, чтобы он не осыпался на землю. Все, до свидания.